Приветствую вас друзья на канале Сибирячка готовить с вами Елена. Посмотрите какие пышулечки у нас сегодня с вами домашние лепешечки какие же они вкусные готовьте только по нашему рецепту такую красоту красоточки наши как я вам обещала сейчас обязательно посмотрим внутри посмотрите какая она ажурная мягенькая не знаю как у вас у меня слюньки бегут горячие много начинки и тоненькое тесто все как мы и любим красота много много сыра я угощаю вас а вы угощайте друзья своих близких смотрим и готовим вместе в кефир комнатной температуры высыпаю соль соду добавляю растительное масло перемешиваю как только видим что сода вступила в реакцию с кефиром значит переставим мешать и начинаем частями просеивать муку я просеиваю за два приема количество муки может пойти разное это зависит от жирности кефира у меня два с половиной сразу же пенится увеличивается масса приблизительно в два раза такая более пышной становится так просеиваем дальше немного муки оставлю чтобы не перенасытить тесто так убираю веечек собираю тесто оно должно быть чуть подлипающим мягким вымешиваю минут 5-7 нужно друзья постараться если будет сильно подлипать значит немножко столовую ложечку муки можно добавить вот у меня чуть-чуть подлипает я добавлю оставшуюся давайте посмотрим какое у нас получилось тесто однородное чуть подлипающее вот такое оно должно быть убираю его в пакет на 30 минут а мы с вами пока приготовим начинку для начинки адыгейский сыр натираю на крупную терку сыр сочный свежий вкусный добавляю в него творог взяла домашний можно принципе магазины взять добавляю соль перец по вкусу мы любим чтобы такие остренькие были лепешечки перемешаем мелко нарезаю зелень укропа и свежий зеленый лук такой хороший пучок взяла зелень можно добавлять по вкусу количество конечно и разновидность что есть перемешиваю ароматно получается сыр творог зелень все полезно и безумно вкусно что нам еще нужно своих домашних кормить обязательно на этом этапе мы должны попробовать нашу начинку чтобы здесь хватало соли перца добавляю столовую ложку с горкой сметаны еще разок все перемешиваю зрительно наш фарш делю на две части из каждой части буду по три колобка делать так чтобы у нас все одинаково получилось хорошо лепится выкладываю на тарелочку стул присыпала небольшим количеством муки выкладываю тесто обминаю чуть-чуть очень очень мягко и буду делить на 6 частей количество лепешек зависит от диаметра сковороды у меня сковородка 21 сантиметр так собираю их и колобочки откатываю такие ровненькие были выкладываю на стол накрою салфеткой и дам отдохнуть минут 10-15 отберу заготовку так вот тесто смотрите как хорошо растягивается лежала маленько клейковина выработалась выкладываю в нее сырный шарик собираю края тесто чуть подлипающее это очень хорошо просто их склеиваю вот так вот выглядит они с обратной стороны все хорошо склеилась однородненько у нас беру первую самую стол присыпаю небольшим количеством муки немножко разминаю лепешку чтобы она у нас не порвалась начинки много скалочку тоже в муке и раскатываю по диаметру сковороды равномерно сразу же можно поставить сковородочку чтобы она у нас прогревалась сильно не давите чтобы все было равномерно раскатываю в толщину пол сантиметра смотрите какая у меня получилась лепешечка почти прозрачная выкладываю на сухую сковородку на среднем огне буду их выпекать продолжаю раскатывать следующую а пока у нас обжаривается первая лепешка мы с вами приготовили уже вторую переворачиваю ее смазываю горячую сливочным маслом вы не представляете какой стоит аромат друзья понравился рецепт не забудь отметить лайком подписаться на наш канал чтобы не пропустить следующие видео и приготовить лепешки именно по нашему рецепту вот такие красотулечки вкуснятинки